Самые откровенные сцены, как у актёра Никиты Михалкова, были с Людмилой Гурченко. Самые откровенные сцены у меня были в «Утомлённых солнцем». На этой сцене нашей любовной под плащ-палаткой ей нельзя, у неё нога сломана, возиться. Поэтому взяли дублёр, что такая пришла молочно-восковой спелости девочка в Твери. И только что поступила в медицинский техникум, ходила с прутиком. Я говорю, а она вообще знает, что будет происходить? Он говорит, ну, я стою ради бога, давай. Нет, дам, дам, на, давайте. Я подхожу к ней, я говорю, здрасте, она говорит, здрасте. Я говорю, как вас зовут? Она говорит, Катя, очень приятно. А вы будете снимать? Да, я буду дублировать Людмилу Марковну. Я говорю, ну, со мной будете снимать? Да, мне говорили. А вы знаете, что, какая сцена вообще? Она говорит, ну, не знаю, мне не говорили особо. Я говорю, ассистент, вы скажите вообще, что будет, потому что я получу по морде просто под этим одеялом. Накрыли нас этой самой плащ-палаткой. Начали поливать. И Андрон говорит, давай. Я, значит, на нее в люксе. Он говорит, давай, крути жопой, давай, давай. Я думаю, ну, что сейчас будет? Я вообще, так сказать, настарался. Стоп. Я говорю, отдайте воздуху, откройте. Что сейчас увижу? Я открываю, поднимаю плащ-палатку. Она лежит такая блаженная, с улыбкой. Говорит, скажите, а как будет фильм из вас? Вы работали с Гурченко, с Гузеевой. Гузеева тогда была просто фантастическая красавица. И сами, как вот выяснилось, были просто к символам 70-х, 80-х. Да, может, даже еще и 90-х. На ваш взгляд, женщина уникальной харизмы из ваших современниц. Это кто? Соловьеву Вику взял на картину «Солнечный удар». Я не мог найти актрису того, что надо. Вот того, что хорошая актриса, красивая актриса. Ну, вот той неосезаемости, что ли, и нашел совершенно случайно вообще в Киеве студентку, которая вообще даже не собиралась актрисой знать. Я в ней увидел вот эту неосезаемость. Знаете, как тюль, который чуть закрывает лицо. И это было как раз то, что надо. А если говорить про тех, с кем я работал, и мне было комфортно, скажем, удобно работать. Гузеева, она просто по нотам шла, была в таком состоянии, я бы сказал, в сомнамбулическом. Но из профессионалов, это не говоря, там, секс-символ, не секс-символ, но Толстоганова. Она технично невероятная совершенно, она ловила энергию и тут же ее выдавала. Она очень хорошая актриса. Отсуточь.